И Каврин тоже сетовал, что его лишили счастья безумия Он упрекал своих родных, что его лечили, что поэтому исчезли для него экстаз и вдохновение И перестал к нему являться в рамке смерча бледный черный монах со скрещенными руками на груди И в благословенной галлюцинации перестал говорить ему дивные речи о том, что он, Каврин, гениален Что он бессмертен, что великий удел ожидает человечество Каврин хотел безумия, искал миража Правда, в свои предсмертные мгновения он возжаждал нормального, простого Он звал Таню, звал Большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой Звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость Смелость, звал Жизнь, которая была так прекрасна И Чехов тоже звал Жизнь, и для него она тоже была прекрасна В этом заключается его благородное своеобразие Писатель Сумерек, он страстно любил солнце И в мир пришел он, говоря словами поэта, чтобы видеть это солнце и синий кругозор Он не брюзга и не пессимист С печалью он как-то соединяет затаенную, застенчивую радость жизни И она переливается в его произведениях И никто тоньше его не понимал и не чувствовал всего, что есть на земле, поэтичного и отрадного В лунном свете меланхолии, в ее задумчивом колорите, изобразил он мир Но мир приобрел от этого только новую красоту Ведь так хорош и мягок лунный свет И чарует даже его колыбель, кладбище с белыми крестами и памятниками На кладбище в глубоком смирении смотрят с неба звезды Сонные деревья склоняют свои ветки над белым И здесь нет жизни Нет и нет Но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны Обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную И среди могил думается о прекрасном, о живом Сколько здесь зарыто женщин и девушек Которые были красивы, очаровательны, которые любили Сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке И белеют уже не куски мрамора А прекрасные тела Которые стыдливо прячутся в тени деревьев Чехов имел, как он выражается, продолжительные очные ставки С тихими летними ночами Он любил ту природу, которая боится проспать Свои лучшие мгновения Он любил те минуты ее, когда накануне праздника Собираются отдыхать и поле, и лес, и солнце Отдыхать, быть может, молиться И когда он проезжал по унылой степи мира Ему приходили на память степные легенды Все пленительные грезы, которыми живет и дышит мир Все прекрасные сказки бытия И тогда в голубом небе, в лунном свете В полете ночной птицы Во всем, что он видел и слышал Чудились ему торжество красоты Молодость, расцвет сил И страстная жажда жизни Душа давала отклик Прекрасной, суровой родине И хотелось лететь Вместе с ночной птицей Полет ночной птицы над заснувшей землей Был ему вообще отраден и близок Потому что, кроме солнца, любил он и ночь Благополучную ночь Когда ангелы-хранители, застилая горизонт своими крыльями Располагаются на ночлег И когда грезится Чехову какой-то млечный путь Из человеческих душ Он знал мистику ночи И были понятны ему Тютчевские мотивы Стихийное веяние космоса Ночью мир Являет иное зрелище Ночью мир Не пошел Тогда спадает с него денная Чешуя обыденности И он становится глубже и таинственнее Вместе со звездами Ярче и чище Загораются огоньки человеческих сердец Ведь настоящая, самая интересная жизнь У каждого человека Проходит под покровом тайны Как под покровом ночи И Чехов вообще понимал людей глубже Чем они кажутся себе и другим Ночью земля принимает загадочные очертания И все будничные предметы Всю спокойную прозу современности Душа одевает в идеальные покровы Далекие огни в поле Напоминают лагерь филистимлен Мнятся великаны и колесницы Запряженные шестерками диких Бешеных коней В жизнь переходят рисунки Из священной истории И встречных Во тьме спрашивает Липа Вы святые? И те неудивленные отвечают Нет, мы из Ферсанова Глубокий истинный мир ночного Разрушает все пределы времени и пространства Сближаются настоящее и прошлое Одинокий огонь костра Бросает свой мистический свет На далекое На ушедшее И в нынешнюю ночь Близкую к Пасхе Воскресает другая Давнишняя Памятная миру ночь В Гефсиманском саду Воображаю Тихий-тихий Темный-темный сад И в тишине Едва слышатся глухие рыдания То рыдает Петр Трижды отрекшийся от Христа А в пасхальную ночь Чехов поминает того монаха Николая Симпатичного поэтического человека Который выходил по ночам перекликаться с Иеронимом И пересыпал свои акафисты цветами Звездами и лучами солнца Он был непонят и одинок Мечтает Чехов У него были мягкие, кроткие и грустные черты лица И в его глазах светилась ласка И едва сдерживаемая детская восторженность Чехов с невыразимой нежностью Понимает всю скорбь смиренного Иеронима Который потерял в безвестном сочинителе акафистов Своего друга И теперь в святую ночь Должен перевозить на пароме богомольцев Вместо того, чтобы самому Быть в церкви Слушать песнопения И жадно пить своей чуткой душой Красоту святой фразы Чехов понимает его Потому что и сам он Своей музыкальной душою Тоскует по нежной и сладкой красоте акафиста И он тоже хотел бы воспеть его миру Пересыпать его цветами, звездами и лучами солнца Чтобы в каждой строчке Была мягкость и ласковость И вообще в глазах Чехова В его грустных глазах Мир был достоин акафиста Певец трех сестер Знал всю неуловимую отраду жизни Все обаяние молодости Всю негу, страсти и любви Неотразимой и непобедимой И прелесть утра И наивную красоту И умиление ребенка И вечно свежий расистый сад И уют родного дома И тонкие руки девушки Просвечивающие сквозь кисейные рукава И восторженную душу Шестнадцатилетней Нади Зелениной Которая вернулась из театра После Евгения Онегина И вся дышит искрометным счастьем Вся полна молодого смеха По его страницам Разлита беспредельная нежность Человеческих отношений И все эти сестры и братья Невесты и возлюбленные Дяди и племянницы Говорят у него друг другу Такие сладкие и ласковые слова От которых замирает очарованное сердце Слова, за которые полюбила Константина из степи Три года не любившая его красавица И есть женщины, которые как пчелы Разносят оплодотворяющую цветочную пыль Какое наслаждение Уважать людей Когда я вижу книги Мне нет дела до того, как авторы любили Играли в карты Я вижу только их изумительные дела И нежностью дышит у него сама природа И ему кажется, что даже сонные тюльпаны И ирисы Тянутся из темной травы Точно прося, чтобы и с ними Объяснились в любви И степь для него также пряталась во мгле Как дети Моисея Моисеевича Под одеялом Все это он знал и чувствовал Любил и благословлял Все это он опахнул своей лаской И озарил тихой улыбкой своего юмора И в то же время На него глядела и тонкая красота Человеческого горя И вся его мрачная глубина И в то же время он был на Сахалине И видел самый предел Человеческого унижения и несчастья И многое в нашей злополучной жизни В нашей духовной каторге Было для него продолжением Сахалина Солнце легло спать И укрылось багряной золотой парчой И длинные облака Красные и лиловые Сторожили его покой Протянувшись по небу У самого пруда в кустах За поселком И кругом в поле Заливались соловьи Чьи-то годы считала кукушка И все сбивалось со счета И опять начинало В пруде сердито надрываясь Перекликались лягушки И даже можно было разобрать слова И ты такова И ты такова Какой был шум Казалось, что все эти твари Кричали и пели нарочно Чтобы никто не спал В этот весенний вечер Чтобы все Даже сердитые лягушки Дорожили и наслаждались Каждой минутой Ведь жизнь дается Только один раз О, как одиноко в поле ночью Среди этого пения Когда сам не можешь петь Среди непрерывных криков радости Когда сам не можешь радоваться Когда с неба смотрит месяц Тоже одинокий Которому все равно Весна теперь Или зима Живы люди Или мертвы Море отражает в себе Лунный свет И в сочетании с ним Образует какое согласие цветов Какое мирное Покойное И высокое настроение Глядя на великолепное Очаровательное небо Океан сначала хмурится Но скоро сам Приобретает цвета Ласковые Радостные Страстные Какие на человеческом языке И назвать трудно А в это время Мы уже видели В водах океана Происходит встреча гусева И акулы Какой же здесь Возможен синтез И как дать миру Общую оценку Вынести ему Определенный приговор Вы чувствуете Что где-то здесь Поблизости В степи В непосредственном соседстве С вами Есть клад Есть счастье Но как его найти Или счастье фантастично И существует оно Где-то вне жизни Быть может в самом деле От прикосновения К реальности Блекнет всякий идеал И надо не жить Надо слиться в одно С этой роскошной степью Безграничной И равнодушной Как вечность С ее цветами Курганами И далью И тогда будет хорошо Внежизненное Постороннее Созерцательное Отношение к жизни Ведь так обычно Для чехова писателя Он не оставил Цельного мировоззрения И нам приходится Самим выбирать Между той радостью И той горестью Которые он Одинаково Изобразил В своих созданиях Для ума Здесь остается Великое недоумение И спокойные цвета Океана Природу ликующую Или природу равнодушную Мы не можем Примирить с тоскою И слезами С немолчным Беспокойством человека Если бы знать Если бы знать Вздыхают сестры Но мы не знаем И тайна окружает нас Порывы к вечному Которая лучезарна Проникающая мир красота И плен у смерти и ужаса Рабства у временного и пошлого Которая так опасна для духа Через эту бездну Через это роковое зияние Может перекинуть мост Одна только вера И знаменательно То несомненное Что не те Кто стоит на берегу И видит чужую гибель Но сами гибнущие Сами страдающие Все-таки славят У Чехова жизнь Надеются на нее И питают к ней Глубокое доверие В тихую ночь Утихает даже Безмерное горе Липы В тихую И прекрасную ночь Верится Что как невелико зло Все же в Божьем мире Правда есть и будет Такая же тихая И прекрасная И все на земле Только ждет Чтобы слиться С правдой Как лунный свет Сливается с ночью Все на земле Терпеливо ждет Слияния с правдой И милосердием О великое терпение Человечества И девушка У которой разбили сердце Которая застенчиво Пережила обиду И горе дурнушки Находит в себе силы Для того Чтобы утешать Другого несчастного Своего дядю Ваню Она верует Верует горячо Страстно И она кладет Свою утомленную голову На руки дяди И уверяет его Что Бог Сжалится над ними Что они увидят Жизнь светлую И прекрасную Что они с умилением И с улыбкой Оглянутся на свои Теперешние обиды Они отдохнут Мы отдохнем Мы услышим ангелов Мы увидим Все небо В алмазах Ты не знал В своей жизни радости Но погоди Дядя Ваня Погоди Мы отдохнем Мы отдохнем Все человечество Как бедный Дядя Ваня Не знало В своей жизни Радостей Оно утомлено За свои долгие И страдальческие Века Его усталость Чехов изобразил В красках Проникновенной печали Но он заветно Мечтал О бессмертном Отдыхе Человечества В 1904 году Смерть уложила На отдых Его самого Он отдохнул От грубости Которая его Оскорбляла От человеческой Скорби Которой питался Его дух От смешного И горького Он отдохнул И мы не знаем Нам Чехов Не скажет Действительно ли он Увидел все небо В алмазах Действительно ли он Услышал пение Ангелов Кто уходит Из жизни Тот уносит С собою Великую тайну Великую Разгадку Тайны Но мы знаем Что наверное Дано Чехову Бессмертие У нас в душе И она Стремится к нему Писателю Идеала В идеальных Порывах своих Когда не Замыкают Ее всякие Ключи От хозяйства Когда Неудовлетворенная И неудовлетворимая Тоскует Она по красоте И вечности По светлой Радости Духа Он был Другом Живописца Левитана Который Умер Раньше Его И оба Они встают Перед нами В каком-то Ореоле Мечтательной Задумчивости Оба Исполненные Лиризма И грусти Оба Безвременно Отнятые У жизни И России Война И революция Заслонили От нас Их прекрасные Тихие Образы Но раньше До нашей Кровавой Бури Казалось Что невыразимой Тоскою Тосковала По ним Русская Земля И русская Природа Полюбившая Полюбившего Ее Художника Еврея Все эти Золотые Плесы Незаметные Церковки Тихие Обители Весь этот Нежный Фон Для Сиротливой Чайки Для усталого Дяди Вани Для лишних Чеховских Людей С одухотворенными Лицами И больными Сердцами И звала Чехова Русская Женщина Звала Его Степь Которая Давно Томится И ждет Своего Певца Звали Его Юноши И Дети И Особенно Грезилось Что Где-нибудь В доме С мезонином Раскрывается Окно И Выглядывает Из него Бледная Девушка Типичная Читательница Чехова И держит Она В руке Томик Его Рассказов И Слышится Ей Бледной Девушке Будто В тишине Лунного Вечера Играет Чехов На Какой-то Волшебной Скрипке И Несутся Издалека Меланхолические Звуки И Плачет Задушевная Элегия И Сердце Замирает В Истоме Под этот Пленительный Напев Замирает Замирает Замирает